Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит розыгрыш ключа на вот такую вот прекрасную игру. Ребят, шансов очень много, залетайте, участвуйте. Также подписывайтесь на группу сразу, вот условия все. Подписывайтесь на группу, поскольку мы здесь и ключи будем разыгрывать, и конкурсы CSGO будем разыгрывать. Поэтому 100% подписывайтесь, не пропускайте эту возможность, не упустите свой шанс выиграть реально топовые игры, топовые скины. Всем удачи и приятного просмотра. Я мог забыть-то такое, мужики, вы чё, как я такое мог забыть? У нас же новый рецептик, мужики, смотрите. Рецептик хотите покажу, показываю. Вам нужна для рецепта паста, да? Паста. Ореховая паста нужна. Нужен хлеб. Хлеб нужен. Свежий, а? Свежий хлеб нужен. Берёте пасту, открываете её, да? Также вам нужен чай. Также вам нужен чай. Угу. Просто так вот хлеб взяли. Это можно охуа оторвать, блядь. Просто так вот вы взяли хлеб, взяли арахисовую, блядь, арахисовую, ореховую пасту. Взяли ложку, ложку. Взяли ореховой пасты, да? Вот так вот. Взяли хлеб и просто начинаете размазывать её. Понимаете меня? Начинайте размазывать. Можно не размазывать. Можно прям так хавать. То есть просто берёте и кушайте. И при этом запивайте с чаем. Это очень вкусно. Я опять же повторюсь, как вы уже поняли по названию этого ролика. Буду тренироваться 7 дней по тренировке Ксантараса. Ксантарас профессиональный игрок, который сейчас вступил в новую команду вместе с Воксиком. И в общем буду пробовать его тренировку. В конце седьмого дня скажу вам, как помогло, не помогло. Как тренировка повлияла на мой скилл. Да и вообще в целом всё расскажу. Первый день прошёл. Подводя итоги первого дня, хочу сказать то, что было очень сложно тренироваться по новой системе, так скажем. Было очень утомительно, долго. Поэтому мне пришлось. Первое, это тренировка вантапов и спрея. На карте Аймботс я 30 минут потренил. А потом понял то, что 30 минут это слишком много. Я очень сильно утомился. Делая первый пункт этой тренировки Ксантараса. Настолько сильно утомился, что с последующей пунктой тренировки я выполнял намного меньше. До того, пока не устану. Там минут 10, 15, может даже и 20. То есть решил сократить время тренировки. Потому что это реально очень сильно утомляет. Как по мне, тренировка наоборот должна приносить какое-то удовольствие, что ли, разогревать руку. А не сидеть, тупо стрелять ботов через не хочу и всё. Кстати говоря, настрелял я за 30 минут ботов в 1100 плюс-минус. Поэтому вот такой вот у меня результат. Я не старался, немного с перерывами. Там отвлёгся, например, на браузер. Туда-сюда, там пообщался. Я не знаю, там в туалет сходил куда-нибудь. Поэтому вот такая вот тема. В общем, будем смотреть дальше, что по вторым дням. Ввожу итог второго дня. Что могу сказать? Могу сказать следующее. То, что второй день уже намного лучше идёт тренировка. То есть у нас получается легче уже даётся тренировка. Не так уныло, не так нудно. Это всё из-за того, что я уменьшил время каждого пункта в тренировке. Например, не 30, а 15. Или там, например, даже больше, если желание есть такое. То есть проходишь все пункты, можешь там поменьше сделать, можешь побольше на своё усмотрение. Например, на префайерах там вроде как 20 минут выделяется в тренировке, да? Я, например, выделяю намного больше, потому что мне интересно префайры тренить. Ну, то есть ходишь, бегаешь по картам, стреляешь, там пулькой убиваешь. Интересная тема. Тренируешь как раз-таки Хантара Спик. То есть мне такая тема интересна. Ну, а так будем сотреть, будем тестить. Впереди ещё 5 дней. Подвожу итог третьего дня. Сегодня я намного лучше начал наводиться на голову. Намного лучше прошла тренировка. Чувствуется уже то, что и страйфы чувствуешь свои, как правильно двигаешься. И на голову быстрее намного наводишь прицел, когда убиваешь. Поэтому на третий день плоды уже появились. Чувствую себя отлично. Также очень интересно становится. Всё интереснее и интереснее тренироваться по этой схеме. Поэтому вот такой вот итог третьего дня. Подвожу четвёртый. Подвожу четвёртый итог. Минут 10, 15. Минут 5, 10, 5. 4, 5. Подвожу итог четвёртого дня. Сегодня опять же качалась наводка. Наводка на голову намного быстрее стала. С учётом того, что я вообще не играю в Counter-Strike. Ну, то есть я очень мало сейчас уделяю этой игре времени. Поскольку занят некоторыми своими делами личными в жизни, в реал-лайф. Поэтому сейчас вообще даже не катаю. Даже особо не стримлю. В общем, чисто тренировку провёл. Там, может, катку 2 сыграл и всё, хватит. Вот такой... В таком стиле я сейчас играю. Возможно, в скором времени сейчас начну прям играть хорошо. Ну, а так пока чувствуется хорошая наводка. Быстрая наводка на голову. Особенно ДМ. Вот я сижу, играю. Навожусь быстро на голову. То есть убиваю спокойно. Чисто выхожу сразу голову. Навожусь, убиваю с первой пули. Силёк прокачался такой игры. То есть быстрее стал наводиться. Вот в этом фишка. А так больше ничего не заметил. Поменял прицел. Поменял чувствительность мыши. Прибавил на 3.56 вроде. Не помню точно. В общем, плюс-минус где-то так. Вот такой вот итог. Подвожу итог пятого дня. В принципе, результаты никакие не меняются. Возможно, надо больше потренироваться. Побольше. То есть всё так же. Ничего нету там изменного какого-то или чего-то ещё. Всё так же. Наводка. Стрельба по головам. Всё неизменно. Всё точно так же, как и 4-3 день. То есть на месте стал прогресс, так сказать. Но это всего лишь день. Плюс я много в кс не играю. Возможность начать. Опять же. То всё пойдёт как надо. Поэтому такой итог. Итог шестого дня я не стал записывать. Поскольку результат также был неизменен. Всё было точно так же. Ничего не поменялось. Ничего не изменилось. Ну, поскольку несколько дней. Например, 2-3 день. Там есть изменения, да, какие-то. Но последующие дни всё идёт так же. Если там, ну, побольше не дать времени, так сказать, потренироваться по этой схеме. Например, там, 2 недели. Или, может быть, даже 3 недели.